Приветствую вас. Интересно, зачем вы выложили фотографию своего сына? Вот. Если про сына вы вообще здесь не говорите, говорите про свои отношения с мужем. Вот. То есть не понятно, зачем фотография. Смотрите. У вас история делится на две как бы части. Первая часть, всё было хорошо. Вторая часть, всё уже было плохо. То есть первая часть, мы частенько обнимались, мы целовались, много общались, меня к нему тянуло всё-всё-всё-всё. И после меня к нему не тянет, мы не ссуемся, не обнимаемся. Секс раз в неделю. Вот. Ну, Ирина, вы же понимаете, что не меняется отношение между людьми быстро. Что-то не происходит вот ежечасно, ежечасно, ежечасно. Как бы сию минут. У этого есть причины, это процесс. Это процесс длительный. Вот. Ну, вы вместе 4 года, 5 лет. Вот. Ну, может быть течение последнего года, 2-3 года. Это у вас происходит. Вот. Нужно понять, в каком моменте началось это всё. Нужно сделать анализ вообще ваших отношений к нему. Вот. То есть. Не только же он перестал к вам тянуться, но и вы тоже перестали к нему тянуться, знаете. Опять же, у вас достаточно интересная формулировка. Меня перестала тянуть к нему, как мужчина. Что такое стяга? Стяга – это потребность, это желание. Но потребность и желание не имеют ничего общего с любовью. Любовь – это не про стягу. Любовь – это больше про желание отдавать. Желание отдавать. Вот. Поэтому, вообще, я бы спросил вас, вы своего мужчину любите или у вас была просто к нему тяга? И вам просто будет хорошо с ним целоваться, обниматься, общаться, заниматься сексом и всё. Вот. Это первое. Второе. Вы говорите о том, что после рождения ребёнка мужчина перестал на вас обращать внимание. Тут очень важно, очень важно поисследовать то, как он относится к вашим детям, вот, как он относится к особенному ребёнку. Следующий момент. Дети у вас от другого мужчины, соответственно, с другим мужчиной отношения не выстроились тоже. Ну, это, это очевидно. Да, это очевидно, потому что, ну, как бы, отец с ними не общается. И, поскольку, скорее всего, те же причины, по которым вы расстались с первым мужчиной, у вас не получилось отношения с первым мужчиной. Эээ, те же причины, эээ, сейчас влияют на ваше поведение с вторым мужчиной, то, у меня, вне всего, начать, эээ, именно сонализовать его поведение с первым мужчиной, чтобы понять ошибки, скорректировать их. И, тогда, скорее всего, всё, всё наладится. Дальше. Эээ, вы не уверены в себе в этом, что вы говорите о том, дорогой любящий ли ты меня. То есть, по сути, эээ, вы не уверены в том, что человек вас любит. Если вы не уверены в этом, в этом, то вы не уверены в том любителя в себя. Вы не уверены в себе. Это, эээм, тоже проблема. Это, проблемы достаточно серьёзные. Потому что, если вы себя не любите, то вы, эээ, растворяете в своём мужчине, вы зависите от его отношения, зависите от его поведения. И, собственно, спрашиваете его, любит ли он вас. Опять же, не совсем понятно, для чего вы сбрасываете любительон вас, если вы не испытываете к нему тяги. Дальше, вы говорите, может я что-то неправильно делаю? Ну, такое, опять же, как-то странно для вас. Может ли я что-то неправильно делаю? Ну, у вас нет тяги, потому что желание пропало. И разве уместно здесь говорить? Правильно ли вы делаете или нет? На мой взгляд, мир не говорит, что вы делаете. Как вы делаете? Неправильно, неправильно. Правильно, неправильно, это оценка. Вот. Дальше. Страх потерять. Подраться своего мужа. Я бы сказал, что здесь проявляется крайне обесценивающая позиция по отношению к себе, к мужу. Здесь проявляется крайне обесценивающая позиция по отношению к мужу. Потому что и вы, и муж выступают для вас как вещи. Именно как вещи. Как предметы. Как можно потерять мужа, если он не предмет. Если он вам не принадлежит никогда. Если то, что вы имеете, это его и ваш выбор. Дальше. К вашему вопросу, раз уж вы ее задаете вопрос про любовь, ну, было бы неплохо спросить, как это проявляется. То есть, как проявляется твоя любовь. Что ты делаешь из люфика, из люфика мне. Было бы неплохо об этом спросить. Мужчину и рассказать о своих чувствах. То есть, возможно, признаться в том, что вы больше не чувствуете к кому-то тяги. Это просто рассказать. Просто рассказать о своих чувствах. Просто искренне поговорить. Идеальным вариантом было бы обратиться к семейному психологу. Вот можно прямо здесь, на сайте. И вместе, вдвоем, обсудить сложившуюся ситуацию. Не важно, по чьей инициативе. По инициативе вашей или по инициативе вас собой. Вот и все. И вот там уже будет понятно дальше, что и как вам делать. А пока ваш вопрос, он очень поверхностный. Он не раскрывает сути проблемы. Кроме того, что, вероятно, имеет место быть поверхностная страсть, которая прошла уже. Вероятно, имеет место быть такой фактор, как ребенок-инвалид, который влияет на отношения. Вот. Ну, вот это вот. То есть, несерьезные, достаточно интенсивные, незрелые основания для создания отношений. Ну и, собственно, отсутствие доверительных и доверительного такого взаимодействия, когда люди все-таки более активно, более отсыто рассказывают о своих чувствах. Вот. Поэтому, я думаю, так можно ответить вам на вопрос, который вы задаете. Опять же, если вы, когда вы говорите, что у мужа ответственна работа у направляющей гостиницы, ну, это просто оправдание. Это просто оправдание проблем в вашем взаимодействии. Ну, в вашем взаимодействии. Вот. Вот. И здесь, на мой взгляд, на все эти нудные анализы вашего поведения. Так, если сначала просто предоставите мужу обратиться к современному психологу. Скажите, вот так, так, вот. Меня волнует, вот, то-то, то-то, то-то. Причем без, а, без употребления, без употребления, без имени ты. Без употребления имени ты. Вот. Меня волнует, то-то, 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 то-то. Вот. Вот. Я хотел, да, обсудить со, со, со специалистом, м-м-м, и просил тебя со союзной компанией, потому что я хотел бы получить, а-а-а, твой взгляд на эту ситуацию. Вот. Чтобы, э-э-э, специалист его профессиональные точки зрения оценил. Вот. Дал обратную связь. Ну, и так далее. Вот. Если муж захочет, ну, то я хочу тоже хорошо забрать, обратиться вдвоем. Если мужчина не захочет, ну, что ж. Значит, не будете, э-э-э, будете одна, будете консультироваться поначалу, а потом, когда мужчина увидит изменения некоторые, только его надо предупредить, что вы ходите к специалисту. Вот. А он, скорее всего, сам обратиться в студию за помощью. Вот. А-а-а, на этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку качества лучшего. Я вам желаю всего самого доброго, удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешится самым лучшим образом. Спасибо.